В нашей жизни бывают такие моменты, когда одно слово, одно словосочетание может стать причиной скандала, либо даже разрыва отношений. Например, во взаимоотношениях мужчины и женщины. Женщина может мужчине выкатить такую претензию. Ты все время находишься в своем компьютере, тебе есть дело только до своих увлечений. И мужчина в такой момент может начать говорить. Ну вот, ты знаешь, я все равно тебя люблю там и все такое. И женщина в ответ может сказать, да ладно, ты все время оправдываешься, все, я ухожу. Бывает такое, бывает. Бывает следующая фраза, почему ты мне не позвонил, почему ты мне не звонишь. И мужчина говорит, у меня не было времени, у меня разродился телефон, у меня там еще что-то случилось, я был очень занят. Женщина опять может махнуть рукой и сказать, все ясно, ты опять оправдываешься, ты все время занимаешься какими-то оправданиями, все, я ухожу, хлопнув дверью. Ну или, например, даже в продажах клиент, покупатель может сказать, у вас дорого развернуться, хлопнуть дверью и уйти. И это тоже своеобразный такой разрыв микроотношений. И в этом видео мы разберемся с таким фокусом языка, который называется намерение, который поможет вам в действительности избегать подобного рода ситуаций и строить свои взаимоотношения в позитивном ключе. Давайте разбираться, что же за такое фокус языка намерения. В нейролингвистическом программировании есть такое базовое предположение, которое звучит следующим образом. Любое поведение человека имеет за собой позитивное намерение. Что это значит? Это значит, что за любым высказыванием, за любыми словами есть какая-то позитивная цель, которой человек хочет достичь. Но в силу того, что многие люди привыкли говорить намеками. Кстати, напишите в комментариях, если вы знаете таких людей, которые не говорят прямо, что они хотят, а они говорят все время какими-то намеками. А особенно напишите, если вы сами таким человеком являетесь. Давайте разбираться дальше. Что же нам нужно для того, чтобы успешно и эффективно применять фокус языка намерения? Нам как раз таки нужно научиться предполагать и делать свое предположение о том, что мы знаем, какое намерение стоит за тем или иным высказыванием нашего собеседника. Сейчас я подробно на примерах расскажу, как это делать. Итак, для того, чтобы эффективно применить фокус языка намерения, нужно сделать три шага. Первый шаг это подумать, а какая же позитивная цель может стоять за словами моего собеседника. Шаг второй сделать ненавязчивое предположение о том, как будто бы вы знаете, что своими словами хочет вам сказать этот человек. И, наконец, шаг третий сформулировать свои мысли таким образом, чтобы беседа продолжалась в позитивном ключе. Можно, конечно же, сразу у человека спросить, а что ты хочешь? Что ты хочешь мне сказать? В некоторых случаях это работает, но иногда нам не хватает ресурса, может быть, где-то смелости для того, чтобы напрямую у человека спросить, что ты хочешь? Да и не всегда это бывает уместно. Поэтому мы прибегаем к фокусу языка. Намерение для того, чтобы завуалировать и переопределить внимание человека на то, что мы понимаем, о чем он нам говорит. Давайте разбираться сразу на примере, с классического примера. Женщина, мужчине выкатывают претензию. Почему ты мне не звонишь? Давайте подумаем, какое позитивное намерение может стоять за этим высказыванием. За этим высказыванием можно предположить, что стоит такое намерение, что женщина хочет больше общаться с этим мужчиной. Логично, может же стоять. Женщину, напишите, когда вы говорите, почему ты мне не звонишь? Вам действительно просто хочется, наверное, чтобы молодой ваш человек или мужчина с вами больше проводил времени и общался. И в таком случае, если вы мужчина, которому женщина выкатывает претензию, почему ты мне не звонишь? И вы предполагаете, что она хочет больше общаться, вы можете сказать следующую фразу. Любимая, ты, наверное, хочешь, чтобы я больше проводил с тобой времени и больше с тобой разговаривал. Давай с тобой сядем и подумаем, как с учетом моего и твоего расписания сделать так, чтобы это получалось больше. Это совершенно другой ответ. То есть, понимаете, мужчина может на эмоциях сказать, у меня не было времени, я был занят, у меня разрядился телефон. Это выглядит как оправдание. Но когда мы применяем фокус языка намерения, то есть мы предположили, что женщина хочет больше общаться с этим человеком. И мужчина ненавязчиво, ненавязчиво предполагает. Любимая, мне кажется, что ты хочешь больше со мной общаться и проводить времени. Давай вместе подумаем. То есть, это уже такая позитивная протяжка для продолжения разговора. И в этот момент женщина просто поймет, если мы попали, если мы угадали намерение, женщина поймет его и будет устроить уже разговор в позитивном ключе. Или давайте с той же самой фразой, например, когда женщина говорит, почему ты мне не позвонил? Мы можем предположить, что позитивная цель для этой женщины в ее высказывании – это контроль и безопасность ее мужчин. К примеру, в таком случае мужчина, который обладает фокусом языка намерения, может предположить, что да, она действительно обо мне беспокоится и хочет знать, где я нахожусь. И если мужчина нацелен на продолжение таких взаимоотношений, он может сказать, любимая, ты, наверное, больше хочешь понимать, где я нахожусь и что со мной в действительности все в порядке. Извини, но у меня было столько работы, что я даже не успел покушать. Давай, когда у тебя возникает желание понять, что я в безопасности, что со мной все в порядке, ты будешь просто брать телефон и сама будешь набирать мне. Хорошо? И вот когда мы угадали намерение, когда мы предположили и наши предположения совпали, обязательно это очень важно, с действительностью, то тогда начинает складываться совершенно другой диалог. Тогда уже у женщины нет возможности сказать мужчине, да ты все время оправдываешься и все такое. Вот смотрите, в фокусах языка, особенно когда мы используем фокус намерения, нужно очень постараться войти во вторую позицию в NLP, мы это называем. То есть постараться стать на место другого человека и подумать о его позитивной цели, чего он хочет добиться этими словами. И когда совпадает, когда мы угадали позитивное намерение, тогда разговор складывается совершенно по-другому. Давайте перейдем к примеру с продажами. Ну допустим, если вы продавец, а покупатель в магазине говорит, меня смущает слишком дорогая цена вашего товара. Какое здесь может быть позитивное намерение? В данном случае позитивное намерение может быть в следующем, что к примеру покупатель хочет купить качественный товар. Тогда предположив это, вы можете сказать ему следующую фразу. Вы наверное хотите убедиться, что за эти деньги вы покупаете действительно качественный продукт. Давайте я вам покажу наш продукт в действии. Или давайте я покажу вам отзывы покупателей. Или вы можете еще сказать, я сам тоже сомневался покупать или не покупать. А когда начал пользоваться, у меня получилось раз, два, три, четыре, пять. То есть таким образом, когда вы угадали намерение, вы можете его озвучить. Вы его озвучиваете и если вы попадаете в намерение, то очень хорошо, даже невербально получается включить вашего собеседника. Он начинает вас слушать и вы таким образом уже можете продолжать разговор в позитивном ключе. Либо же когда покупатель говорит, у вас дорого. Здесь позитивным намерением может быть желание клиента купить дешевле. В таком случае вы ему можете сказать, я вижу, что товары данной ценовой категории вам не подходят. Давайте я вам покажу более дешевую линейку продуктов. Таким образом, вы тоже как бы раскрываете намерение, вы можете продолжить этот диалог и в конечном итоге ваш покупатель совершит покупку. Давайте еще один пример, который я обозначил в начале, когда женщина, допустим, мужчине может сказать, я вижу, что ты постоянно весь в своих интересах, в своем компьютере и все такое. Мужчина может просто проигнорировать, может сказать, и что? И тогда таким образом будет развиваться скандал. Но если мужчина применит фокус языка намерения и предположит, что, наверное, вот моя женщина, которая говорит мне такую фразу, что ты постоянно в компьютере, наверное, она хочет просто больше поговорить. И мужчина может предположить, дорогая, ты, наверное, просто сейчас хочешь пообщаться, ты, наверное, хочешь больше разговаривать со мной. И тогда, если вы попали в намерение, таким образом вы будете продолжать вот этот диалог и выйдете в обязательно позитивный ключ. Или вот еще классика жизни, да, такая бытовуха. Женщина может сказать своему мужчине, когда ты, наконец, уже доделаешь ремонт в комнате, какое здесь может быть позитивное намерение? Позитивное намерение может быть такое, что, допустим, вот эта женщина, которая выкатывает вот эту претензию, она хочет жить в комфорте, она хочет жить в хорошей, доделанной квартире. Тогда мужчина может сказать, любимая, знаешь, я тоже очень хочу жить в комфортных условиях и хочу, чтобы все было завершено. Давай подумаем, как мы можем ускорить этот процесс. То есть, когда вы используете фокус языка намерения, очень важно первым делом предположить, что мой собеседник, который предъявляет мне какую-то претензию, который предъявляет мне какое-то убеждение, что он может на самом деле под этими словами хотеть, какая может быть здесь позитивная цель. Дальше, следующим шагом. Подумайте, как эту позитивную цель озвучить ненавязчиво. Для чего это нужно сделать? Это нужно сделать для того, чтобы ваш собеседник понял, что вы действительно понимаете, о чем идет речь. И дальше постараться сформулировать свои мысли таким образом, чтобы в позитивном ключе вы могли продолжить этот диалог, если же, конечно, это вам необходимо. Можно, конечно, использовать другой фокус языка, так называемые боевые фокусы языка, когда мы можем вселить в человека, допустим, страх. Например, когда вам говорят, почему ты мне не звонишь, и если мы понимаем, что здесь позитивное намерение больше общаться, ты можешь сказать, любимая, ты действительно хочешь, чтобы я перестал с тобой общаться? То есть здесь мы включаем страх. Если мы угадали намерение, то мы можем внедрить в человеку чувство страха. Это тоже работает, но я не рекомендую использовать такие фокусы языка в близком общении. Я все-таки сторонник того, чтобы переводить любую беседу в позитивное русло. На этом у меня все. Напишите в комментариях, как вы можете использовать фокус языка намерения. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok